Автофургон за лучший урожай и деликатесы продовольственной витрины. В Красноярске подвели итоги краевого сельскохозяйственного сезона. Подробности у Анастасии Прохорчук. Минус 30 в ноябре, но край к зиме готов. Весь урожай давно собран и подсчитан. Почти 3 миллиона тонн зерна. В этом году наш регион снова стал первым по Сибири и Дальнему Востоку по урожайности. Хлеба нашего сибирского, шарыфовского. Поддворье из 40 районов. День урожая всегда праздник, не только для аграриев. Горожан особо привлекают павильоны со свежей молочной, мясной и колбасной продукциями. Прошел всего год, а выставка уже не такая, как в прошлом году. Появляется очень много новых производителей, новых предприятий. И мы очень благодарны сельским труженикам. Видим результаты уже поддержки и фермерских хозяйств. За последний год в Крае были реализованы масштабные проекты по свиноводству. Согласно подсчетам, за год объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5 миллиардов рублей. Выросла молочная продуктивность. Если верить статистике, одна корова способна дать почти 5000 литров молока в год. Показатель выше среднего по России. В рамках Дня урожая губернатор Край Виктор Толоконский изучил проекты победителей конкурса «Лучший продовольственный товар». В 20 номинациях приняли участие сотни сельхозпроизводителей. Итоги года губернатор подвел на торжественном вечере. Приветствуем, дорогие друзья, самыми теплыми аплодисментами передовиков из Великого. Знаки отличия получили 13 передовиков. Еще 10 заслуженных работников отрасли получили ключи от новых отечественных автомобилей. Одна из них – пекарь с 16-летним стажем Жанна Ганькина. Довольно радостное событие. Мне позвонили утром с Министерства сельского хозяйства и сказали, что вы будете награждены автомобилем. Подобные темпы развития сельхозпроизводства в крае стали возможны благодаря увеличению финансирования на поощрение аграриев почти в полтора раза. А значит, на показателях этого года край останавливаться не собирается.